Пожалуйста, почему Вы подписали письмо Клуба ученых 1 июля, посвященных диссертации Мединского, и что Вы думаете о диссертации министра культуры? Я подписал это письмо, потому что я согласен с тем, что в нем написано. Собственно, это письмо посвящено двум основным темам. Там, поскольку большинство подписантов не являются профессиональными историками, то там затрагивается вопрос, важный для всех отраслей науки, далеко выходящий за пределы одной исторической науки. Это вопрос о поиске истины. Но я считаю, что истина существует, в принципе. И я думаю, что на этом основано и вообще научное мировоззрение. И целью ученого является поиск этой истины. Диссертация Мединского основана на ином совершенно принципе. В качестве основного методического основы своей методики Мединский провозглашает следующий принцип. Истинность того или иного исторического факта устанавливается на основании того, соответствует он или нет национальным интересам, российским интересам. Ну, фактически это означает отрисание истины. И, конечно, это подход не только ненаучный, но и противоположный научному подходу. И если человек, проповедующий такие взгляды, становится историком, то есть профессиональным ученым, то это подрывает сами основы науки и научного взгляда на мир. Я так думаю, что большинство подписантов этого письма отреагировало болезненно именно на этот факт. Ну вот, это одна причина. А вторая причина, ну, собственно, две основных темы в письме. Первое, вот то, что я сказал. И вторая, более мелкая, более-менее важная, не такая философская, скажем так. Это просто конкретные действия ВАГ, связанные с этой диссертацией. Значит, ВАГ фактически своими действиями взял под защиту медицинского. Ну и, на наш взгляд, для науки очень опасно, когда институция, целью которой является защитой научных стандартов, занимается защитой человека, который эти стандарты демонстративно нарушает и отрицает. Поэтому это вполне деструктивно для всей системы научной аттестации в России, и на это невозможно не реагировать. В конце письма звучит некая угроза о том, что, может быть, стоит передать контроль над ВАГ, Академия наук обратно. Что вы об этом думаете? Это совершенно никакая не угроза. И на самом деле это просто повторение той позиции, которая была сформулирована членами клуба 1 июля уже очень давно. Это часть нашей программы, можно сказать так, или, во всяком случае, наше представление общих о том, как должна выглядеть организация науки в России. Мы считаем, что Академия наук в состоянии обеспечить лучший экспертный контроль над ВАГ и большую независимость ВАГ. Для любой экспертизы очень важна независимость, чем это сейчас имеет место при контроле министерством этой институции. Так что, собственно, дело Мединского не навело нас на эту мысль, а просто является еще одним случаем, который подтверждает это давно сформулированное убеждение, это давно сформулированное позицию. Как вы ответили на претензии о том, что Мединского ругают за то, что по политическим соображениям, а не за саму суть его диссертации? Это довольно странный упрек. Дело в том, что в нашем письме нет ни одного политического высказывания. И для нас, в общем-то, абсолютно все равно, каких политических позиций придерживается Мединский. Нас абсолютно не волнует его политическая карьера. Как я сказал, вызывает недоумение и возмущение то, что критерием истинности некого факта разглашается, соответственно, неким интересом. Для нас абсолютно все равно, патриотические это интересы или антипатриотические. Если бы позиция была противоположная, то мы бы в точности так же против этого возражали. Значит, теперь Министерство культуры в своем комментарии пытается перевести эту дискуссию в политическую сферу. По-видимому, это свидетельствует о том, что Мединский на чисто научной почве чувствует себя неуверенно. И единственное место, где он может надеяться как-то отбиться, это именно попытаться приписать нам какие-то политические мотивы, которых нет. Единственное, чего мы хотим, это защита чисто научных стандартов и интересов науки. Мы боремся не против какой-то политической позиции, это безразлично. Мы боремся против превращения лженауки в легитимную часть научного пространства, в легитимную часть науки. Некоторые члены Клуба 1 июля в своих комментариях говорили о диссертации Мединского как о халторе. Вопрос так, а почему Вы заинтересовались именно этой диссертацией? Ведь немало, немало диссертаций, в том числе и по истории, было защищено. То есть почему именно эта диссертация привлекла Ваше внимание? В принципе, должна любая диссертация привлекать внимание. Но я вот, например, не припомню ни одной диссертации, в которой прямо провозглашался бы циничный, беззасечивый принцип, что факт не важен, важен миф. И мне такие примеры неизвестны. Ну, конечно, речь идет о человеке влиятельном, человеке, включенном в государственную систему власти, способном оказывать влияние, в том числе и институциональное, на развитие науки в целом, в том числе и исторической науки. И поэтому, конечно, спрос с него больше, чем с других. Скажите, пожалуйста, создается впечатление, что историческое сообщество, как таковое, профессиональное сообщество, молчит. То есть высказались отдельные его члены, но, в принципе, все сообщество не высказало свое мнение. Вам кажется, что нет инструментов для его высказывания? Или просто люди боятся и не хотят говорить о диссертации? Ну, понимаете как, мы тоже ведь высказались не сразу, и вся эта история длится довольно давно. Дело в том, что я предполагаю, что большая часть членов исторического сообщества, историков, скажем просто, как и мы, считали, что до тех пор, пока рассмотрение этой диссертации идет нормальным институциональным порядком, то неправильно и даже вредно было бы вмешиваться и высказывать какие-то позиции, потому что это могло бы оказать давление на экспертов. Пока диссертация рассматривалась своим кодом в экспертном совете, соревнованном из профессиональных историков, имеющих хорошую репутацию, с высокой квалификацией, и тут беспокоиться было не о чем, ну, нормально идет обсуждение профессиональных вопросов профессиональными экспертами. Повторяю, что мы считали ненужным здесь высказываться, в том числе и для того, чтобы не оказывать давление на этих экспертов. Когда же выяснилось, что шахматная доска перевернута, и что все правила нарушены, ИВАК начинает открыто выступать на стороне, на одной из сторон, на стороне диссертанта, ну, тут ситуация изменилась, и я очень надеюсь, что и другие историки выскажутся, помимо тех, кто уже высказался, все-таки публикации, которые рассматривают диссертацию Мединского с научной точки зрения, с исторической точки зрения, с подробной критикой его методов анализа источников, они имеются, и в интернете они опубликованы, и опубликованы уже давно. Вот, в последние три года не одна такая публикация появлялась. Ну, очень надеюсь, что и будет и больше. Вы часть времени проводите и за рубежом, и во Франции. Можете ли вы привести примеры, встречались вам примеры, когда министр, государственный министр, заключает диссертацию, которая вызывает такой интерес у ученых к критику или, может быть, похвалы? Ну, собственно, ситуации, когда политик является доктором или обладателем другой научной степени в какой-то научной дисциплине, встречаются довольно часто. Но обычно, необычно, а всегда, все-таки это другой этап жизни и карьеры соответствующего человека. Человек работает в науке или просто заканчивает университет, потом делает диссертацию, это может рассматриваться как продолжение образования. Работает в науке, возможно, да, а потом уходит в политику. Естественно, у него остается степень, которая у него имелась до тех пор. Поэтому здесь ничего такого нет. Ну, конечно, у всех на слуху разные скандалы с плагиатом в диссертациях. Ну, например, в Германии, да, как мы знаем, министру обороны Германии раскрытие плагиата в диссертации стоило политической карьеры. То есть такие скандалы бывают время от времени. Ну, как правило, заканчиваются они концом карьеры политической. Ну, а, собственно, там так, здесь иначе, по-разному. Общий интерес, попытка противопоставить миф и научная истина, попытка сказать, что давайте мифы для нас важнее, для нашего национальной идентичности, чем историческая истина, вам кажется опасна? Или это тенденция такая, что в двоих странах мира? Чисто российская? Опасно, понимаете, если, я повторяю, целью ученого является поиск истины. Если человек заявляет, что истина не важна, ее можно заменить чем-то иным, то он уже не ученый, это просто другая сфера деятельности. Значит, он может быть пиарщиком, он может быть специалистом по рекламе, мало ли что, да, может быть автором художественных книг, вот. Но это не ученый, и все-таки очень важно, довольно, важно четко разграничивать эти сферы и компетенции, и, значит, в области деятельности, в которых приняты соответствующие правила игры. Вот, значит, пиарщик не должен, или пропагандист не должен считаться ученым. Вот, и это просто, ну, гигиена, научная дисциплина. Ну, это можно сравнить с работой следователя, да, судебного. Ну, вот, когда вообще работа следователя имеет много общего с работой историка. Задача историка — установить истину с помощью сопоставления разнородных и часто противоречивших друг другу данных. Его задача — собрать все важные значимые источники, определить, значит, есть ли в них искажения, определить причины этих искажений, сопоставить их между собой, и на основе этого сопоставления, значит, выяснить, что было на самом деле. Задача следователя такая же. Он сопоставляет свидетельские показания, которые тоже противоречат друг другу, которые разной полноты, и выясняет, значит, что имело ли место преступление, и кто его совершил. Значит, теперь, если следователь начнет руководствоваться национальными интересами, а не фактами, и сочтет, что вот истинность того или иного свидетельского показания определяется не тем, насколько оно соответствует действительности, а тем, насколько оно выгодно для национальных интересов, ну, тогда юридическая система превращается в нечто совершенно иное, ну, знакомое, возможно. То же самое и с историей. Если придерживаться такого принципа, то история превращается в нечто совершенно иное и перестает быть наукой, вот, ну, и тогда будут правы те, значит, представители, естественно, научной дисциплины, голос которых нередко слышится, что история – это вообще не наука, и о чем тут может идти речь, если там вообще все зависит от национальных интересов или каких-то других антинациональных, или любых других интересов. Собирается ли Клуб 1 июля подпринять какие-то еще шаги по поводу диссерта Семединского, или вы будете же смотреть, что будет дальше происходить? Посмотрим, пока мы об этом не думали, это не обсуждали. Посмотрим, что будет происходить. У Клуба 1 июля не так много рычагов, собственно, мы организация абсолютно неформальная, то есть не организация, а даже сообщество абсолютно неформальное, и единственное, на что мы можем действовать – это на общественное мнение. Никаких институциональных рычагов у нас нет, просто потому что мы не институция никакая. А скажите, вот сейчас было общее собрание, и я так понимаю, что Клуб 1 июля не обращался к своим коллегам с просьбой смотреть это письмо или поддержать это письмо. Вы даже не думали о том, что обратиться к более широкому кругу академиков? Нет, не думали, потому что это заявление было сформировано как заявление членов Клуба 1 июля. Кстати, не все члены его подписали. Кто-то, может быть, не знал, кто-то не хотел. Но это как бы инициатива, которую может поддержать любой, кто хочет. Мы не считали нужным проводить какую-то агитацию. Текст этот есть. Кто хочет, может его поддержать какими-то своими действиями. Это инициатива Клуба, соответственно, его подписывали члены Клуба. Спасибо. Спасибо. Спасибо.